Эй, друзья, всем привет! Это канал АМФ ФИЛМС, это Марк, и это пересказ кинофильма «Призраки квартиры 203». Две студентки Изи и Ким ищут квартиру для аренды. Отыскав объявление с приемлемой стоимостью, подруги едут по адресу. Там их встречает угрюмый Ронан. Мужчины без каких-либо эмоций показывают жильё. Девушки приходят в восторг от ретро-стиля и прекрасного вида. Одно из окон закрашено витражом, что придаёт жилью особое очарование. Ронан рассказывает о правилах проживания и упоминает о том, что их крыло отремонтировали совсем недавно, поэтому на этаже практически никто не живёт. Здание является историческим, а вся обстановка антикварной, поэтому хозяин просит осторожно обращаться с вещами. Забрав оплату и оставив ключи, мужчина уходит. Разбирая вещи в своей комнате, Ким замечает на стене странную дыру. Чтобы закрыть её, девушка вбивает гвоздь и вешает на него зеркало. Вечером подруги отрываются по полной, отмечая начало студенческой жизни. Проснувшись утром от жуткого похмелья, Изи замечает дыру в стене. Зеркало, которым Ким её прикрыла, упало. Безбашенная девушка сует туда руку и вытаскивает какой-то кулон. Не обращая внимания на осуждающие протесты подруги, Изи надевает украшения. Вечером девчонки зависают в баре. Познакомившись там с какими-то парнями, Изи тащит одного из них к себе домой. Планы молодого человека на приятное продолжение вечера не сложились, потому что девушка так сильно напилась, что мгновенно вырубилась на кровати. Ким, засыпающая в своей комнате, услышала какие-то шорохи и звук закрывающейся двери. Она не видела, как Тони, справляющий нужду в туалете, получил невесть откуда появившимся ножом в живот. Утром Ким понимает, что проспала свой первый учебный день в колледже. Наспех собравшись, она бежит на занятия, но вводный курс уже окончен. Заметив отчаяние девушки, Йен предлагает свою помощь. Он рассказывает, что и где хранится и находится, как и в целом построена система обучения. Вернувшись домой, Ким чувствует странный запах. Увидев записку от подруги, она садится за учебу. Собираясь стать журналистом, девушка по совету Йена начинает писать историю про Изи. Она описывает, как та потеряла мать, умершую от передозировки, и как в дальнейшем сложилась ее жизнь. Ночью девушка просыпается от странного звука. Увидев, что внутрь дыры будто бы что-то затянуло, Ким протирает глаза, не веря в происходящее. Мгновение спустя в дверь ее комнаты кто-то начинает методично стучать. Пенни, Пенни, Пенни. Повернув ручку, девушка видит свою соседку. Изи держит в руках музыкальную шкатулку и смотрит немигающим взглядом куда-то вдаль. По лицу девушки стекает тонкая струйка крови. Она билась все это время головой о дверь. Ким сразу же начинает оказывать ей первую помощь, приводя подругу в чувство. Утром девушки списывают все на лунатизм Изи. Она делает на двери Ким замок, чтобы больше не повторять ночные приключения. После подруга рассказывает, как прошлым вечером познакомилась в баре с девушкой, которая обещала записать ее на прослушивание для телешоу. Изи мечтает стать актрисой, поэтому безумно рада такой возможности. Ким, свою очередь, рассказывает о знакомстве с Йеном. Она признается, что молодой человек ей понравился, и она даже готова сходить с ним на свидание. Во время разговора Изи вдруг стало плохо. Девушка списывает все на болевой спазм и уверяет, что с ней все в полном порядке. В колледже Ким встречается с Йеном. Парень задает вопрос о матери Изи, и девушка рассказывает подробности. Когда Ляна умерла, родители заперли Ким дома и даже не позволили пойти на похороны. Подруга очень нуждалась в ее поддержке, а когда не смогла ее получить, наглоталась таблеток. Врачам удалось спасти ее, но чувство вины с тех пор не покидает Ким. Чтобы отвлечь девушку от грустных мыслей, Йен предлагает ей прокатиться на его велосипеде. Проводив девушку до дома, молодой человек, получив согласие на еще одну встречу, уезжает. Дома Ким садится за статью. Она вздрагивает, когда со стены падает зеркало, снова открывая дыру. Девушка открывает дверь, чтобы выйти на кухню, но там Изи со своей новой знакомой продолжает вечер после бара. Не желая им мешать, Ким ложится спать. Девушка просыпается среди ночи от звука музыкальной шкатулки. Войдя в гостиную, она видит подругу, склонившуюся над игрушкой. Стоило Ким прикоснуться к ней, как та зашипела и выбежала из квартиры. Ким побежала следом. Увидев, что Изи на лифте спускается в подвал, она спешит догнать ее. Внизу, среди мерцающих ламп, девушка видит подругу, которая, как завороженная, идет вперед, торжественно неся перед собой ту самую музыкальную шкатулку. В какой-то момент она громко вскрикивает, а после обнякает, спускаясь на пол. Изи очень напугана своим состоянием. Ей кажется, что она будто бы видит свои сны со стороны. Физическое самочувствие также ухудшается. Списав все на стресс и алкоголь, подруги принимают решение начать более спокойный образ жизни. Ким делится произошедшим с Йоном. Он предлагает девушке разобраться в первоисточнике проблемы. Ведь когда станет ясно, что именно заставляет Изи ходить по ночам, можно будет с этим бороться. Парень предлагает свою помощь, и они отправляются в квартиру. Войдя внутрь, пара с удивлением смотрит на стоящего посреди комнаты Ронана. Он сообщает, что собирался обработать витраж, а также просит девушек больше не спускаться в подвал. Как только хозяин квартиры удаляется, Йен начинает фотографировать стекло. Ким признается, что ночью подруга стояла возле него, как завороженная. После молодой человек осматривает ту самую шкатулку. Механизм вращается, но вот никаких звуков она не издает. Девушка уверяет, что ночью вещица работала вполне исправно. Их прерывает вернувшаяся Изи. Она очень расстроена, потому что Сьюзан, который обещал ей помочь, даже не пришла на прослушивание. Желая как-то подбодрить девушку, Йен пытается пошутить, но та лишь грустно уходит в свою комнату. Ким ведет друга в спальню и показывает странную дыру в стене, из которой к тому же дурно пахнет. Девушка также рассказывает про кулон, который подруга вытащила оттуда. Молодой человек предлагает разделить работу. Он будет искать в сети всю возможную информацию о витраже и его значении, о кем, о квартире и в целом. Им удается найти статью о людях, которые жили тут много лет назад. Именно той женщине, судя по гравировке, и принадлежала шкатулка. В старых газетных вырезках упоминается о том, что мужчина убил свою беременную жену без каких-либо причин. Спустя несколько часов молодые люди, случайно соприкоснувшись руками, откладывают все дела и переходят к более приятному времяпровождению. Изи в этот момент будто бы испытывает сонный паралич. Ее тело выгибается, глаза распахнуты, но она при этом не может пошевелиться и произнести хотя бы звук. Ким просыпается от шорохов и видит на кровати птицу. Испугавшись, она встряхивает одеяло, и та скрывается в дыре. Проснувшийся Йен уверяет, что все это было всего лишь сном. Утром молодой человек отправляется в церковь, чтобы посмотреть витражи, находящиеся на их окнах. Сопоставив два рисунка, парень находится в падении и быстро удаляется из храма. Тем временем Изи возвращается домой. Курьер принес бумагу для Ким, поэтому подруга смело заходит в ее комнату, чтобы оставить посылку на столе. Жуткий запах заставил девушку прикрыть нос ладонью, но спустя пару минут она позабыла о нем, потому что наткнулась на статью, которую пишет подруга. На страницах рассказано все о душевных терзаниях Изи, которые она переживает после смерти матери. Ким в это время навещает Милтона Брикса. Мужчина был свидетелем страшных событий в квартире номер 203. Мистер Макнелли убил свою жену, а после прошел мимо Милтона. Брикс уверяет, что он никогда в жизни не видел подобного взгляда. Спустя пару минут в квартире раздался выстрел, но мужчина был слишком занят спасением младенца, которого вынашивала миссис Макнелли. Мальчика удалось спасти, а вот что с ним стало дальше, никто не знает. Прошло уже 50 лет, как Брикс не заходил в это здание. Вернувшись домой, Ким сталкивается с подругой. Изи изрядно выпив, швыряет в лицо девушки ее статью. Высказав все, что она думает о той, что та готова продать чужую боль за хорошую оценку, девушка уходит. Расстроенная Ким заходит в свою комнату и начинает крушить стену с надоевшей дырой. В какой-то момент к ее ногам падает человеческая рука. Девушка в шоке отступает назад, пока кто-то не хватает ее и не выталкивает из квартиры. Ян тем временем находит информацию про странные знаки на витраже и про богиню возмездия, которая превращается в птицу. Молодой человек оставляет Ким сообщение, а сам спешит к их дому. Сама девушка приходит в себя лежа на полу со связанными руками и ртом. Ронан рассказывает ей, что он обязан покормить ворон, иначе богиня покарает его так же, как и его родители. Мужчина уверяет, что обычно жильцы сдаются намного быстрее, а вот ее подруга, которая надела кулон, достаточно хорошо борется. Ян в этот момент заходит в квартиру подруги. Его встречает Изи. Она ведет себя как робот, не давая парню возможности пошевелиться. Ронан зачитывает заклинание и заносит над Ким нож, собираясь принести ее в жертву. Но девушке удается увернуться и вонзить в глаз мужчины Кинджел. Воспользовавшись его замешательством, она выбегает из квартиры. Раненый Ронан находит револьвер и идет следом. Забежав к себе, девушка видит мертвого Иена. Она сразу же выбегает в коридор и спускается по лестнице, пытаясь оторваться от преследователя, который загоняет ее в подвал. Когда мужчина нагоняет ее и достает револьвер, какая-то неведомая сила заставляет его поднести оружие к своей голове и сделать выстрел. Напуганная Ким бежит на поиски подруги. Изи выходит из темноты и просит помощи, но голос ее очень деформирован, будто потусторонние силы вселились в эту девушку. Она то смеется, то просит помочь, то тянется к потолку, то падает на пол. На лице ее появились черные вены, а голос стал скрипучим и мерзким. Изи набрасывается на подругу с ножом, но Ким успевает сдернуть с ее шеи кулон, и там мгновенно приходит себя. Вернувшись в квартиру, девушки разбирают витраж, вокруг которого уже вьются черные вороны. Так подругам удается остановить проклятие квартиры номер 203. Не хочу, конечно, повторяться, но Винчестеры бы справились за 45 минут. Именно столько идет серия. А вообще фильм на один разок. На разочек. Разочек, разочек. Ну, друзья, огромное спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, бусти, телеграм, ну, ютуб, конечно же. Ставим большие пальцы вверх и, конечно, пишите комментарии. Смотрите все везде и сразу вместе с АМФ ФИЛМС. Пока-пока.